Что это сниска и как и почему она работает? Возможно, вы слышали словосочетание «мозговые волны», но задумывались ли вы, насколько они реальны и несут ли они какую-то информацию? Похожи ли мозговые волны, скажем, на радиоволны? Ответ – да. И мозговые, и радиоволны – это формы электромагнитных волн, которые путешествуют со скоростью света. При каждой вашей мысли тысячи нейронов срабатывают на одинаковой частоте, генерируя волны. Они свершают от 10 до 100 колебаний в секунду. А вот радиоволны могут совершать от 50 миллионов до миллиарда колебаний в секунду. Это свойство ученые давно используют, чтобы измерять мозговую активность и налаживать связь между мозгом и компьютером, что позволяет увидеть, какие части мозга активны во время разных видов деятельности, а какие активируются во сне. Но мы даже не знаем точно, почему мы спим. Чего уж говорить о снах. Майкл с канала Visos снял классный ролик про разные гипотезы, объясняющие сновидения. Гипотез много, потому что узнать, что снится людям, мы можем только если разбудим и спросим их об этом самих. Но часто проснувшись, мы плохо помним свои сны. К сожалению, у нас нет устройства, которое позволило бы заглянуть в мозг сновидца. Или есть. Можете не верить, но ученые нашли способ, как это можно сделать. Технология чтения мыслей началась с функциональной МРТ. Внутри сканера испытуемым показывали черно-белые пиксельные картинки. А специальное ПО находило в активности мозга закономерности, соответствующие конкретным изображениям. Например, когда им показывали букву Т, программа в точности фиксировала реакцию мозга. После испытуемым показывали другие изображения. А ПО, обращаясь к накопленной базе данных, могло воссоздать то, что видел человек. Когда испытуемым показали слово нейрон, вот что выдала программа. Но это было лишь начало. В новых исследованиях сложные методы визуализации применялись прямо во время сна. Сначала испытуемые должны были заснуть внутри томографа. Чуть позже, на середине сновидческой фазы, их будили и быстро спрашивали, что им снилось. Затем ученые взяли тысячи картинок из интернета, чтобы, опираясь на данные МРТ, получить примерный образ того, что видел спящий. Проделав это почти 200 раз с каждым человеком и включив информацию в алгоритм обучения, программа научилась предсказывать сны до того, как их мог вспомнить сам субъект. Прогнозы показали статистическую значимость и часто совпадали с воспоминаниями сновидцев. Еще одно исследование, по сути, позволило записывать сны на видео. В нем ученые показывали испытуемым двухчасовой фильм, анализируя их мозговую активность, после чего подгоняли под нее 18 миллионов односекундных видео с Ютуба. И вот результаты. Слева не связаны между собой видеоролики, которые показывали испытуемым. А справа – то, как увидела человеческие сны программа, используя как материал нарезку видео с Ютуба и опираясь на ритмы мозга. С развитием подобных программ мы все быстрее и быстрее приближаемся к точной визуализации и записи наших мыслей и сновидений. И однажды перед нами забрежет ответ на вопрос – почему мы вообще видим сны? Переведено и озвучено студией Верт Дайдер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...